Возьмездие неизбежно. Мухтара Аблязова будут судить в следующем году в США. В правительстве заявили о новом госпособии. В фокусе внимания многодетные семьи. Почему будут выплаты вне зависимости от дохода и как теперь начисляется АСП. Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Максимум. Дорогие друзья, прежде чем продолжить смотреть ролик, хочу немного пообщаться с вами. Смотрите, вы все в курсе какая сейчас огромная шумиха, связанная с выходом новых айфонов. И пока все эти обсуждают, я хочу поговорить о том, как же на этих технологиях можно заработать. Есть такие ребята из компании FTC, которые знают куда инвестировать. В искусственный интеллект, нейросети и в различные IT стартапы, получая гарантированный пассивный доход 1,2% в сутки, ни во что не вникая. От тебя требуется просто создать аккаунт на их сайте по ссылке в описании, внести депозит от 100 рублей, выбрать тариф и получать гарантированную прибыль. На данный момент все проверено и работает. Увидимся в этом сами, как убедился в этом и я. Те, кто начал с ними работать 2 месяца назад, заработали за это время с 10 тысяч рублей 20, а со 100 – 200. Так что не теряйте времени, переходите по ссылке в описании и получайте пассивный доход пожизненно. Мухтара Аблязова будут судить США в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции. Как пояснили в ведомстве, судебное разбирательство в Нью-Йорке было возбуждено более 4 лет назад по иску Акимата Алматы и соистца БТА банка. Напомним, Мухтара Аблязова и его сообщников подозревают в отмывании похищенных денег в Соединенных Штатах. Акимат Алматы собрал необходимые доказательства и нашел свидетелей этих преступлений. Суд Англии выдал новый ордер на арест Аблязова. Сообщается, что досудебная стадия разбирательства почти завершена. Истец предполагает, что суд с участием присяжных состоится в 2020 году в США. Депутатов Мажелиса обескуражило количество малоимущих в стране. По данным Министерства труда, социальную помощь в Казахстане сейчас получает 2 миллиона 100 тысяч человек. А бюджет был рассчитан на миллион 400. Все началось с того, что правительство пересмотрело республиканский бюджет на этот год и направило дополнительные средства на социальный блок. Чтобы выплатить пособия всем нуждающимся, Кабмин выделил еще 37 миллиардов тенге. Узнав об этом, депутат Карагусова пришла в недоумение. Она заявила, что в 2007-м пособия по бедности получали всего полмиллиона человек. Зато за это время государство потратило невероятное количество денег на всевозможные программы занятости. Куда ушли средства, если безработных и малообеспеченных стало в разы больше? Депутат потребовала отчет по тратам, пообещав, что выводы сделает сама. У нас всего 8 миллионов работоспособных. И опять я говорю, это деньги налогоплательщиков. Что произошло за время, когда работали огромные программы занятости? Мы без конца отдавали Атамикену на обучение, переубедение и микрокредиты. Когда у нас вторая пятилетка ГПИР, 1200 предприятий открыли. Мы без конца повышаем заработную плату. Я говорю, что произошло, кто вот за это все ответит. Но другим темам в Казахстане внедряют новую процедуру начисления государственных пособий для всех многодетных семей. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр труда и социальной защиты Биржан Нурумбетов. По его словам, изменения в системе начисления АСП будут мотивировать граждан данной категории к трудоустройству. При этом он отметил, что данное новшество внедряется после выявления скрытых населением своих реальных доходов. Более подробнее по теме расскажет моя коллега Улпан Бегалин. Сейчас она находится на прямой связи со студией. Улпан, какие у тебя новости для нас? Спасибо, Мадина. Да, действительно, тема начисления АСП сегодня в правительстве получила неожиданный поворот. Новость касается многодетных семей. Так, министр труда и социальной защиты Биржан Нурумбетов сообщил о изменении процедуры начисления пособия. Предлагается установить новое. Оно будет выплачиваться многодетным семьям вне зависимости от их дохода. Таким образом, выплата составит от 42 тысяч тенге до 73 тысяч. При этом выплата на каждого ребенка в среднем будет варьироваться от 10-11 тысяч тенге. Сумма же будет также зависеть от места проживания семьи, то есть в каком регионе они проживают. Предлагаю послушать фрагмент выступления министра Нурумбетова. Отдельно наши граждане, они получили незаконно адресную социальную помощь, сокрыв свои доходы. Естественно, здесь причина была и в том, что были определенные временные ограничения при назначении нового вида АСП в апреле-майе месяце. Сейчас система, она работает. На входе можно проверить все данные по получателю. У нас работает система ЕХАЛ, которая доведена до последнего сельского Акима. И на входе по ИИН каждого гражданина можно проверить все его данные, в том числе по доходам. А вот адресная социальная помощь сохраняется, но с условием того, что хотя бы один из родителей должен быть трудоустроен. В случае, если они будут отказываться работать, адресная социальная помощь начисляться не будет. Таким образом, получать данную выплату будут те семьи, которые действительно попали в трудную жизненную ситуацию. То есть их прожиточный минимум составляет менее 70%. Также малообеспеченным семьям предлагается ряд социального пакета, который включает в себя выдачу канцелярских товаров, предоставление соматологических услуг и детское питание. Пулпан, ну а размер нового пособия от чего будет зависеть? Почему цифра варьируется от 42 до 73 тысяч тенге? Да, Мадина, как раз все эти вопросы сейчас разъясняет в СЦК. Мадина, вам слово. Спасибо. Ну, в СЦК работает наш корреспондент Жалхаз Азганбаев. Министр труда пояснил журналистам не только нюансы нового механизма выплаты госпособия, но и довольно подробно рассказал, кто и как смошенничал с АСП. Жалхаз, если вернуться к основной теме, то как будет происходить дифференциация суммы от 42 до 73? По количеству детей? Да, Мадина, добрый день. Как вы подметили, это действительно верная информация. Теперь госпособие будет выплачиваться всем многодетным семьям вне зависимости от их дохода. То есть размеры госпособия будут дифференцированы в зависимости от количества детей. В среднем по 10-11 тысяч на каждого ребенка. То есть, как это будет выглядеть, сообщил сегодня на брифинге в СЦК министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Биржан Нурмбетов. Вот о чем говорил глава ведомства. То есть дифференцированы размеры в зависимости от количества детей в семье. То есть, если в семье 4 ребенка, то сумма выплаты составит 42 500 тенге. Если 5 детей, 53 125 тенге. С шестью детьми это будет 63 750 тенге. Ну а семью детьми, то есть 73 375 тенге. Вот такие выплаты ожидаются. Также министр сообщил о пороговом критерии для назначения в 70% от прожиточного минимума он останется. Ну а сам прожиточный минимум на 2020 год установлен в размере 31 183 тенге. Кроме того, также будут и другие меры поддержки. Допустим, для детей дошкольного возраста будут предоставляться детское питание, гигиенические средства и образовательные услуги. Ну а для детей школьного возраста предусмотрено уже горячее питание в школах, непосредственно приобретение школьной одежды и принадлежности, а также им возместят их расходы за расходы на транспорт. Ну и, конечно, я хочу отметить еще один важный момент, то что будут усилены требования к трудоспособным гражданам в случае их отказа от трудоустройства. Например, право на АСП сразу теряет теперь не только заявитель и трудоспособные члены семьи, а все члены семьи, получающие адресную социальную помощь. То есть, если государство будет их направлять на рабочие места, трудоустраивать, если члены семьи трудоспособны и отказываются от этой работы, то они полностью для всех членов семьи уже АСП не будет доступны. Дорогие друзья, пожалуйста, высказывайте в комментах по поводу увиденного и услышанного. Очень интересно ваше мнение. Также подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы моментально получать уведомления о появлении новых роликов на канале. И помните, во всем есть смысл, но не везде он нужен. Ну а кроме того, настоятельно рекомендую к просмотру следующие ролики на канале Максимум, которые, может быть, вы пропустили. Ссылки на них в описании. Полицейские в Алматы пресекли одиночный пикет девушки с ограниченными возможностями. Она требовала отставки сенатора Дориги Назарбаевой. У меня ответы, а не вопросы. Ну пойдемте поговорим. Ответ такой, отставка, отставка, не столько отставка. В числе версий причин взрыва боеприпасов в Барыси военные следователи рассматривают поджог и диверсию. В Казыгурском районе Туркестанской области многозетные матери жалуются на работу местного центра занятости. Они уверяют, что уже несколько недель не могут сдать документы из-за перебоев в работе информационной базы. Однако даже если база заработает, денег на адресную социальную помощь все равно. На Доктубе продолжают ставить экологический эксперимент. Это заявление власти вряд ли оправдывает горожан. Глава МВД Тугумбаев рассказал о задержании 6 июля на митингах в обеих столицах. А его ведомство опубликовало видео своей версии происходящего в Астаненном Султане и Алматы. На Казахстанском ТВ участники митинга и юрист дали советы, что делать, если вас задержали. Новое обстоятельство в деле по убийству Дениса Тена. Улицетворен протест генерального прокурора по одной из участниц преступления. И как теперь без Бразилии? Казахстанцам рассказали, в какие страны им лучше не стоит ездить в отпуск. Продолжение следует...